Снова стою одна, я снова курю, мама, снова, а вокруг тишина. Наташа, заблудилась? Программа три аккорда в соседней студии. Лучше плачечко поправь. А вокруг тишина, взятая за основу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я Лариса Гузеева. Уфили, давай, пожелиться. Добрый вечер. Сегодня у нас жених есть Сергей, Виктор и еще один Сергей. И бороться они будут за Наталью. Всегда такая веселая. Молодец, так и надо жить. Наталья, 43 года. Ее супруг был настолько постоянным, что даже после того, как завел любовницу, продолжал каждый вечер возвращаться в семейные ложи. Наталья мастер ногтевого сервиса по образованию швея. Любит петь и ходить на шоппинг. Гордится тем, что усыновила ребенка. Признается, что букету цветов предпочтет килограмм мяса. Наталья не свяжет свою жизнь с мужчиной, который смотрит на себя в зеркало чаще, чем на любимую женщину. Выйдет замуж за невысокого весельчака в очках, который будет смотреть на нее взором, незатуманенным интеллектом. А вы прям со своей едой. Здравствуйте, я хотела вас угостить. Знаю, что у вас нелегкий труд. Внешне она так и ничего. Невысокий в очках весельчак. Где вы подглядели такой образ? Кто это? Новосельцев. Новосельцев. Да, прекрасный Андрей Васильевич. Образ создал, конечно, потрясающий. Хозяйственный, честный. Вкусный. А почему взор у него должен быть незатуманен интеллектом? Ну, обязательно мужчина должен быть умен. Это обязательно. Вот пусть он будет маленького роста, лысый, в трех очках. Но умный должен быть обязательно. Нет? Дурак не построит семью. А как вы интеллект узнаете? По какому признаку? Ну, человек аж сразу видно. Если он дурак, так ты запустишь, что он дурак. Вот я интеллект определяю как минимум два высших образования. Нет, не обязательно. Человек может быть умен по жизни. Столько он пережил в своей жизни ситуаций каких-то. Так это житейский опыт называется. Житейский опыт. Ведь к интеллекту он не имеет никакого отношения. Ну, интеллект тоже есть, когда он разбирается, например, в чем-то. Я так понимаю, что с ней надо постоянно общаться, общаться, и чтобы она сидела постоянно с открытым ртом со мной. У вас ситуация просто из ряда вон. Вы 23 года прожили с одним мужем. Да. Что такого должно произойти 23 года? Сколько детей? Ну, один у нас общий ребенок, и один ребенок это мой племянник, которого я рощу с самого детства. Да, но вы растите, потому что... Ситуация так про... Ну, вообще у меня даже не было вопроса. Что за ситуация? Мой брат привел девочку очень молоденькую, ей 20 лет было. Она очень быстро забеременела и умерла, буквально ребенку было годик. И этот ваш поступок, он не только аплодисментов заслуживает, он поклоны заслуживает. И сколько сейчас ребенку? 9 лет. Скажите, а муж ваш не был против, когда вы забирали племянника? Ну, как... он не принимал участия в этом. Нет, нельзя в дом привезти даже самого близкого родного. Если ты не посоветуешься со своим мужем, женой... Как бы это сын моего брата. И что? И ребенок жил с братом. Но так сложились обстоятельства. Ваш муж, когда вы были одной семьей, он не был против того, чтобы вы привели в свою семью ребенка? Был против. Скандалы были, конфликты были? Нет, мы один раз с ним поговорили, я сказала, что я другого решения принимать не собираюсь. Этот ребенок наш и однозначно. Вы благороднейший человек. Спасибо. Но и чувство вашего мужа я тоже могу понять. Это же какая ответственность. Конечно, ей плюс то, что она ребенка усыновила. А своего-то она будет рожать? Наташа, скандалы были частые в семье? Дело в том, что мы, в принципе, никогда с ним и не ругались. Мы были друзьями с ним. Мы были вот как соратники. Я всегда говорила, что наша жизнь... Он Павел Корчаткин, я Зоя Космедемьянская. А кто от кого материально зависел? Или все было абсолютно? Мы не зависели у нас на разные кошельки. Единственное, что... Как разные в семье? Абсолютно, да. На что тратил он, а на что вы? Вы же ели за одним столом или нет? Ой, как вам сказать... Ну, что-то... Коммунальный он оплачивал, а вы продукты... Он продукты приносила в дом я, когда что-то он... Все было, в принципе, одинаково. Скажите, ваш племянник был ущемлен? Он считал на него деньги? Нет, никогда. Молодца, молодца. А мне племеша только до школы дали воспитать. Почему вдруг через 23 года, когда все прекрасно, и сын родной, что случилось? Я вам скажу. Я очень общественный человек. Я очень много внимания уделяю и друзьям, и детям, моя мама. Я вот везде всегда нужна, всегда нужна. Последнее слово в семье было за вами? Вы сами с усами? Ну, в принципе, да. Спорщится? Ну, мне запрещать что-то было невозможно. А вы понимали, что это путь в никуда? Что с мужчиной так нельзя? Я всегда была полненькая и всегда везла возик. Знаете, как ишачок. Я считала, что я вот ишачок с возиком. Но в 38 лет, вот как-то у меня произошел или гормональный какой-то сдвиг, я захотела стать женщиной. Я захотела одевать платье, чтобы мне дарили цветы, одевать красивые сережки, чтобы мне говорили, что я красавица, умница и как всего я сама вот добиваюсь в этой жизни. Но дома этого не происходило. Я села на диету, я пошла заниматься спортом. Все, в принципе, так же и оставалось дома, но я стала больше внимания уделять себе. Я стала неугодна. Стал ревновать? Нет. Ну, наверное, он в чем-то был всегда ущемлен, потому что я не ласковая, в принципе. Вы не ласковая и вы своенравная, вы все делаете по-своему. Наверное. Он искал женщину теплую. Нет, она красавица. Ну, не уродка, ничего. Нет, она хорошая, да. Да, красавица женщина. А как он вам сказал, что появилась в его жизни любовь? Во-первых, у нас интим пропал. И как-то я все бегала-бегала, этого не замечала. И когда в определенный момент я начала натыкаться на чужие вещи, которые я не покупала, я стала понимать, что-то здесь уже не то. Я сначала помалкивала, потом меня начинало это уже очень сильно бесить, давило на мое женское самолюбие. Ну, как вы знали. Я стала с ним говорить, мой дорогой, ну, как-то так это надо заканчивать эти все дела. Потому что все-таки наша жизнь, если мы очень много прожили вместе, и голодали, и да, да. Давай мы, ну, увлекся ты. У меня было такое, я к нему позвонила и сказала, давай я с тобой поговорю. Я кричать не буду, я ничего, оскорблять тебя не буду. Я хочу с тобой поговорить как с другом. И он сказал, поздно. И я сразу поняла, что она в положении. Когда он ее встретил, он сразу начал строить новую семью. Скажите, он с ней строил новую семью, но продолжал с вами спать в одной постели без интима? Я спрашивала. Ты же уже объявил, что твоя жена все знает. Ты возвращаешься домой. Я считаю, что всегда у тебя были мужские поступки. Почему сейчас вот так это происходит? Ты должен принять решение. Что он сказал? Немножко надо времени. На квартиру коплю, так удобнее. Сейчас накоплю на квартиру с тобой. Когда я услышала, что копили там мы не на однокомнатную квартиру, а на трехкомнатную, конечно, это для меня было очень... Но у вас же был свой кошелек, тут я не очень понимаю. Или хоть шерстик лох. Нет, когда ты экономишь даже в своей семье и пытаешься что-то от себя, вот уже будучи такой, когда я хотела там сережечки или там платьица себе купить, я понимала, я не могу себе это позволить. Мне надо купить кусок колбасы, хлеба, масла, чтобы накормить семью. А в это время мой муж об этом не думал. Он думал, как ему накопить... Скажите, боролись за него или с легким сердцем, с облегчением отпустили? Нет, я очень сильно переживала и страдала, но был такой момент, когда вот он спал, я подошла к нему и поняла, что он как сын, который вырос. Его надо отпускать. По-моему, она вполне... Вот то, что она сказала, что ее мужу не понравилось, да, то, что она как бы, так сказать, неласковая и такая вот... Вот это меня насторожило. А вы почему вместо цветочек предпочитаете килограмм мяса? Мясо что... А я же семейный бюджет блюдила. Мне было жалко деньги на цветы. Я думала, он лучше мяса, я больше... А вот сейчас... Нет, роза-то тоже кусок колбасы вместо цветов. Да, ну потому что мне цветов много дарят. А колбаса лучше. Обязательно женщинам надо дарить цветы, обязательно. Вы, я вот как не понимаю, этот, мастер ногтевого сервиса. Это маникюрши, да? Да. Ага. Кстати, неплохо. Они тоже, бывает, зарабатывают. Да, неплохо. А мужа нам какого успешного, который выглядит состоятельным, является таковым? Желательно, чтобы я живу не тянула. А материальный достаток важен? Ну, как бы, больше мне, конечно, хотелось бы тепла, но материальный, конечно, нужен. Зачем кривить душой? Ну, она... Я так понял, она себе нужна, чтобы по статусу был и богатый, и очень умный. А просили бы мужа, если бы вернулся сейчас? Уже нет. А зачем? Я, во-первых, я на него не обижаюсь абсолютно. Я желаю ему счастья, пусть у него все будет хорошо. Посмотрите, Наташа, принято считать, что люди не меняются. Какой есть такой на протяжении жизни? Вот вы сегодня, Наталья, в 43 года и в 20 лет, один человек, но только умудренный опытом или... Разные, абсолютно, для себя, конечно. Вы себе какой больше нравитесь сейчас или... Такая, которая сейчас. Такая же крутая. Скажи мне, пожалуйста, моя дорогая, все так, как говорит Наталья? Значит, у нашей героини, у нее Солнце, Венера, в знаке Льва. Луна в Тельце, это говорит о том, что она царица в своем доме. Все вокруг должны крутиться вокруг нее. Ее мнение самое главное, и оно самое правильное. С чувством самоиронии, с хорошим чувством юмора. То есть вот такой вот центр внимания. Вот представьте себе вот дружеская обстановка, и Наталья там выступает. Можно даже когда артистично рассказывает смешные истории, все ее слушают. Смотри, будет самое главное в доме тебя держать в руках. Ну, хотя, конечно, немножко надо, да, я с тобой согласен. Вы мне нравитесь. Чтобы вы про себя сейчас не рассказывали, у вас очень добрые глаза. Потом этот поступок племянный, так говорит, как за себя. Я верю, что вы работаете, что вы будете работать, да как и все наши российские бабы, за десятерых, и никогда не попросите ничего, и чужого не возьмете. Хочется, чтобы вы встретили мужчину, рядом с которым вы можете расслабиться и уже отдохнуть немножко. Ну, на самом деле, я сейчас понемножку все больше и больше проникаюсь осознанием, потому что в первые минуты это не очень было ясно. Значит, я вам буду искать мужчину, ну, пускай с московской пропиской, или у кого есть здесь кровь. Собственно говоря, знаете, ногтевой тест-сервис везде нужен. Идите сюда, надо, в общем-то это. Потом помните, у вас два пацана, им еще, как говорится, знаете, вырастут, улетят, вы одна останетесь. Одно дело в 43 замуж выходить, другое дело, извините, 55. Не разбежались они, поэтому и воспитывать их нужно, ну, формировать привычку именно сейчас нужно. Я считаю себя здесь, как бы, имею право посчитать фаворитом. Встречайте, жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Наталья. Очень приятно с вами познакомиться. Хотела бы, чтобы вы выбрали меня. В конечном итоге быть спутником по жизни и в ваших путешествиях. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей, 46 лет. Слесарь МОЗ Водоканала. В свободное время много путешествует, мечтает купить немецкий автомобиль. Признается, что никогда не сидит на месте и любит спонтанные поездки. Предупреждает, что его любимые ждут завтраки в постель и ужины при свечах. Сергей увел жену у своего друга, но со временем сам оказался обманутым мужем. Надеется, что Наталья – порядочная женщина. Сереж, а в мире мужчин увезти у друга жену не считается преступлением? У меня не было в планах уводить ее. Она мне познакомила вообще с своей подругой. Но подруга мне не понравилась, потому что я не люблю крупных. Она весила 140 килограмм. Ну, очень крупная женщина была. Ну, а так получилось, что мы начали с ней... Они часто приглашали меня к себе домой. И в одно прекрасное время я остался у нее ночевать. Муж ее напился, лег спать. Я спал в другой комнате. А до этого вы провожали ее подругу, с которой она познакомила? Да, я провожал. Ну, я не знаю, про это как у других женихов. Но я тоже считаю себя, что я фаворит по отсутствию вредных привычек. Но перед тем, как она пришла к вам в комнату, она все-таки вам истерику-то устроила? Да, она устроила. Она сказала, что ты что, дурак, не понимаешь? Она мне сказала, что ты что, не видишь мои взгляды, мои движения к тебе? На что я ответил, что у тебя есть муж, у тебя семья, мы друзья. Но потом она, когда муж напился, она пришла, полезла ко мне в кровать. Вы устояли? Да, устоял. Я не стал, как говорится, ничего предпринимать, потому что в соседней комнате спал ее муж. Ну, муж у нее любил выпить. На что в один прекрасный день он пришел пьяный, устроил скандал, начал бить ее, бить детей. А детей было двое, да? Два мальчика было. И вы ее забрали? Она вам позвонила, чтобы ее забрали? Ну, начался скандал и драка, я закрыл просто его на кухне, ей сказал, чтобы она делала детей, собрала вещи какие-то на первое время. И вы забрали ее и детей к себе? Да. Я из-за чего мало пью, тем более при детях, я не люблю, когда дети видят меня пьяно. Скажите, Сереж, а муж не пытался ее остановить? Или он был невменяемый? Он был вообще никакой. А когда протрезвел и понял, что происходит, не пришел там, не сказал, Серега, друг, спасибо тебе, я был дурак, напился. Он не знал, где я живу. Вот мне друзья называются. Приятели, наверное, скорее всего. Да, мы больше были приятели. И когда я увез ее к себе, мы стали жить у меня. Мои бабушки, дедушки, родители так не жили. Все было чисто, благородно. То есть у вас уже прямо любовь во все? Ну, потом, да, она мне все-таки понравилась. Я влюбился в нее. Дети очень быстро ко мне привязались. Они через месяц уже называли меня папой. Господи, бедные дети. Погладил немножко по голове. И все, выезжает, вырвал черт. Я их устроил в детский сад, она пошла работать. Детям всегда было, они всегда любили, чтобы я их отводил в детский сад, и я их уже и забирал. И долго в этом раю жили? Год. А что потом случилось? Ну, у меня желудок прихватило, я попал в больницу. И когда я из больницы вышел, старший сын мне сказал, что папа, давай выгони маму, она плохая. После чего я спросил, а почему? Он говорит, а пока ты был в больнице, приезжал дядя, который с нами праздник отмечал, они вместе с мамой выпили и оказались в кровати. Романтизма никакого. А вы не пытались ей простить, вернуть ее? Нет, я не люблю. Если я ухожу из семьи, то я ухожу раз навсегда. Я не признаю измены. Вы ее выгнали? Да, я ее выгнал. А дети? Не болело сердце по тем крохам, с которыми вы спали? Болело. Дети сами сказали, что папа, можно мы с тобой останемся, а мама... На что я ответил, я говорю, я бы с удовольствием вас оставил, но вам придется уйти с мамой. Когда они уходили, они оба плакали. Ненавижу баб. Что вы каждого мужчину, с которым вы спите, почему позволяете своим детям называть каждого дяди Сережевым? Какой он папа! Ненавижу просто. Это бабы дуры. Вот тут сто раз... Ну как это возможно? Если женщина, как у Даска, говорит, что дает право называться его папой, здесь уже не может быть что-то по-другому. Майонез Махеев – это отборные желтки, премиальное подсолнечное масло и лимонный сок. Он отлично подходит нашим любимым блюдам. Махеев. Вкусно каждый день. Скажите, а как такое случилось, что вы, 46-летний мужчина, ни разу не были женаты, у вас нет детей? Ну, так вот, не нашел спутницу в своей жизни. Да, бросьте. Это... Жень, помогите. Как вы думаете, почему? Ну, человек индивидуально смотрит на всю жизнь, как бы. У него свои взгляды, свои какие-то... Не хочу ошибаться. Уже устоянные взгляды. Послушайте, вы уже ошиблись в том, что у вас 46 лет нет детей. У вас уже внуки должны быть в этом возрасте. А хотите еще детей? Да, очень. Или уже... Очень. Тогда Наталья не подходит ей, 43 года, потому что, наверное, вам рожать не станет. Ну, не будет, значит, не будет. То есть вы к этому нормально? Это не то, что вы пришли за молодуха, который вам родит? Нет. Ну, что и подтверждает мои выводы. Наталья для вас не слишком жесткая? Да нет. Вы же понимаете, да, что она будет делать так, как она решит. И с Наташей трудно будет договариваться. Ну, во-первых, в семье должно быть всегда, как говорится, должны между собой обсуждать, решать проблему и приходить к какому-то единому мнению. Обсуждать и решать, но мнение будет всегда Наташина. Ну... Так очень не получится, потому что Сергей достаточно тоже жесткий и стабильный человек. Вот Солнце у него в Тельце и Марс в Тельце. Венера в Овне вместе с Сатурном. Человек вообще очень сложно прислушиваться, очень сложно меняется. Человек очень стабильный, комфортный, он любит спокойствие в доме. Но вот спокойствие в доме ему не дает его луна, достаточно нервная водолея. Ей нужна квартира, а он слишком интеллигентный мужик. А крутит и даст кем-то. В общем, вам нужна такая не алкоголичка, не пьяница, которая поддержит беседу с вашими друзьями за общим столом. Хозяюшка хлопотунья, которая подрежет, подольет. Омой-то, омой-то сегодня пришел. А он не будет с кривым лицом в соседней комнате сидеть там с гаджетом, понимаете? Я считаю, что Наташа подходит как нельзя лучше. Она вас и строжить может, и она может встать в дверях, оперевшись на косяк одной рукой, сказать, «Слышь, Жека, а не поздновато?» Нет, с рассеянным взглядом такая зираясь. И вы скажете, да, понял, Наташа, понял, самоустраняюсь. А вам такая нужна? Вполне может быть, что на его и выберет. А сюрприз покажется? Покажу. А мы посмотрим. Она тебя без штанов оставит и голым у Африку пустить. Я знаю, что вам нравится фильм «Служебный роман». Я хочу сыграть роль Новосельцева. Стих приготовили? Да. Давайте слушаем. Ну, из своего что-то раннего я прочитаю вам. «Любить иных тяжелый крест, но вы прекрасны, без извили, и прелести твоих секрет, разгадки жизни равносилен». Ну, что-то типа того. Замечательно, Новосельцев. Завтра придете и положите мне на стол отсчет по работе. Хорошо, мы с вами обсуждали его. Вы, как всегда, сделали там очень много ошибок. Ну, я стараюсь, я работаю над своими ошибками. Вот и работайте над своими ошибками, чтобы больше вот такого не было. Ну, я чувствую, что он становится под вашим руководством все лучше и лучше. Кто бы сомневался. Ну, конечно, слабо у него с актерскими данными, да? Тихо в лесу, только не спит барсук. Барсук в уши своем повесил носук и тихо танцует вокруг. Пам-пам-пам. Спасибо, Новосельцев. До свидания. Ну, я надеюсь, что после этого вы сейчас примете свое правильное решение. Спасибо большое. И сделаете правильный выбор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, мужчина. Проходите в свою комнату. Проходите. Вот удивительное дело. Одних людей, казалось бы, с актерским образованием учат, рассказывают, что такое свет, мизансцена. И все бессмысленно. Через раз, здесь помню, здесь не помню, вы такое ощущение, что проработали, ну, может быть, не актрисой, но где-то там, где есть камера. Понимаете, редакторами решения. Вы как кошка, абсолютно органичный. Вы чувствуете себя органично на сцене. Вы чувствуете себя органично в этом кресле. Вы искренне, вы открыто. Я просто, вот я вам могу сказать браво. Вы прекрасны. Это запе вообще. Я так засмеялся, когда запею. Понравился ли вам Сергей, девочки? Сергей, как мне, неплохой человек. А вам, девочки, понравился? Да, неплохой человек. Хороший. Вы знаете, вы очень похожи. Если вы приняли решение, вы уже к нему не возвращаетесь. Вы обрубаете. Если вы никогда не примете предательство, что не он, что не вы. Венера огненная. Венера у него еще в соединении с Сатурном. То есть человек однолюб. Не разменивается. Не перебирает женщин. Останавливается надой. Или может вообще ни с кем не быть. То есть вот холостяк. Вот от него вот есть такая энергетика, что он одиночка. Ну, это она правильно говорит. Мужик положительный, нормальный. Легко охмурить просто-напросто. Взял женщину, привел, жил с ней. А потом он непротивный. Совершенно, да. Даже физически непротивный. Нет, согласна. Я поэтому считаю, надо. Да, охмурить меня легко. Потому что мне только это... Приласкай, и я... У вас три бонуса. Семейная тайна, скелет в шкафу и общение в течение минуты один на один. Что выбираете? Свидание в течение минуты. Мы вас будем ждать. Это мне все равно. Мне такой вопрос к вам. Мне так интересно, когда детки вас папой называли. Вас это за душу брало? Да. А сейчас вы как-нибудь с ними поддерживаете отношения? К сожалению, нет. Но своих деток вы, конечно, хотите. Ну, не знаю. Получится хорошо, не получится. Будете уже внуков воспитывать? Да. Я никогда детей не заставлял называть себя папой. Они сами меня назвали. Надо было все-таки как-то этот вопрос решить, наверное, с этой женщиной. Ну, я не... Вы просто расставаться не собирались в то время, наверное, когда с ним были. Нет, я просто не люблю измены. Я никогда не прощаюсь. Простите. Никогда. А сами изменяли? Нет. Да она молодая. Ну, в смысле, 43 года. Ее еще жить и жить, как говорится. Готовы на поступок какой-то. Вот что-то для нее сделать, чтобы вот щедро быть эмоциональным, духовным. Знаете, мне кажется, она боится, чтобы не повторилась история ее первых отношений. Потому что Сергей, в принципе, ну, девочки, он ничего там говорит ни рыбы, ни мяса. С ним еще работать и работать, да? Чтобы он стал таким, о котором мечтается. Он очень постный. Абсолютно разный темперамент. Наталья огонь, она такой холерик классический. А Сергей, ну, не меланхолик, но сангвиник. Он флегматик. Флегматик немножко с такой, с внутренней нервозностью такой вот эта вот луна в водолее дает. Ну, есть такой, да, немножко флегматичный с ним. И это уже навсегда. Это, опять же, это как структура волос. Это изменить в этом невозможно. Везде, где бы я ни отдыхал, всегда вокруг меня дети. И мне нравится ему уделять внимание и тепло. Даже если это не мои дети. Я люблю детей и для них готов на все. Наташ, ваши минуты и стекла. Все, очень приятно было пообщаться. И мне тоже очень приятно. Таша, нужна была эта минута? Помогла? Ой, наверное, да. Да, когда человеку в глаза смотришь непосредственно в близости, ты понимаешь, что или он правду говорит, или он обманывает. Ну, сказать, чтоб торкнуло, нет, но теплота человека, конечно, излучает. Он соскучился он по женщине. Не в смысле физическом, а вот именно... А что, физическом тоже, а? Нет, ну я это просто не хочу обровать. Наташ, вы хозяйка себе и хозяйка своей жизни. Вам руководитель не нужен. Вы не сможете жить с другим мужчиной. К сожалению, вы сможете жить только с таким, как Сергей. Ну и как же мне невеста? Ну и чего, она сейчас заходила. Она интересовалась, вижу связь с детьми, не вижу связь с детьми. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Виктор. Вы замечательно выглядите. Я очень рад, что мы здесь встретились. Я еще усмотрел некоторые совпадения в наших характерах. И я думаю, что мы их сможем плодотворно совместить. Посмотрим. Спасибо. Очень приятно. Виктор, 52 года. Риэлтор. Обожает театры, участвует в любительских постановках. Мечтает сформировать атлетическую фигуру и стать депутатом. Предупреждает, что сохранил в себе комсомольский пыл и задор. Признается, что ради воздобленной готов купить автомобиль. На следующий день после свадьбы супруга попросила Виктора прописать ее в его квартире. А еще через три дня потребовала развода. Надеется, что у Натальи есть московская прописка. Виктор, а как так получилось, что вас, риэлтора, развела аферистка, которая нужна была от вас только прописка? Дело в том, что это были совсем другие времена. Я тогда не был еще риэлтором. Я тогда был просто молодым человеком увлеченным. Это был 86-й год. То есть, когда у меня был первый, единственный брак, который практически остался эффективным. Я думаю, что я лучший кандидат. Но я думаю, что вот этот вряд ли подойдет им. Она была из какого города? Из Саратова. А через сколько вы ей сделали предложение? Ну, где-то, может быть, полгода, может быть, ближе к году мы созванивались, переписывались. Да, общались на расстоянии. Да, она жила в Саратове. Я работал на заводе по распределению. О фантазии, о охоте по ущеневоле. Она далеко, и вам казалось, что она сейчас приедет. И вот она счастье. Влеченность была, да. Влеченность была такая. Вот. И когда свадьба уже? Мам плакал на свадьбу, небось? Да не, ну что там. Там, знаешь, как получилось? Уже до свадьбы, так сказать, это мелькнуло, что мы ей сказали, что мы тебя пропишем пока только временно. Где-то уже сразу здесь мелькнуло охлаждение, а свадьба уже была заказана. Гости были приглашены. И ее родители тоже, да? Да. И мы, честно, все пропили, отпили, отплясали все два дня. И на следующий день она уехала к себе в Саратов. Ну, практически, может быть, через день. Ну, если все было решено, что уже все не решено. Не прописали? Ну, конечно, нет. Она утром проснулась и потягиваясь, сказала, так, а сейчас идем, где там домовая книга? Где у нас жил контора? Ну, я же говорю, у нас получилось как спектакль уже в этой ситуации. То есть Махави был запущен. То есть она даже недельки не попритворялась? Ну, в общем, да. В общем, да. Не, притворялась она до этого, до того, как... После свадьбы. Пределение ты получил, Падди? Да. Вот. Но все не в накладе. Пол дела она получила. Я так понимаю, что для этой женщины, которой у нее свадьба была, нужна была только прописка. И вы после этого случая перестали доверять женщинам? Да нет, нет. Почему 53 года, ни котенка, ни ребенка? Нет, нет. Я не перестал доверять. У него был еще один эпизод такой интересный. Вот. Я много езжу на велосипеде, и сейчас, а раньше еще больше ездил. И вот у меня познакомился с девушкой в велопоходе, да? И мы где-то здесь полгода поддерживали, ну, практически полтонические отношения, но очень были душевные отношения, из-за совпадения интересов. То есть мы вместе ездили. Виктор, а вы вообще робки? Вы так не можете познакомиться, как ваш друг там у метро, да? Подойти к понравившейся женщине? Да, я понял, что вы сказали, да. Это у меня вот приятель так женился, тоже подзапустил свое дело. Он говорит, Миш, как ты познакомился? Я подошел к женщине в метро, ну, с совершенно глупым вопросом. Вот совершенно глупым, и получился разговор. А вы так не можете? Нет. Он не может женщине как-то уделить внимание, он не может как-то с ней начать общение. А должна женщина поддерживать ваше увлечение? Или это важно для вас? Или она больше должна быть хозяйкой? Хотелось бы совмещение. Ну, то, что женщина-хозяйка, это вообще полностью приветствуется. То есть здесь нельзя сказать что-то отрицательного. Вот поддержка увлечений мужа, да, тоже приветствуется. И, в общем-то, я стараюсь, ну, как бы, в силу всегда рубеждение. Он сам по себе вообще какой-то тетеха. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия ответят на ваши вопросы в любое время. Мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев. Вкусно каждый день. Махеев. Виктор, а вы довольны всем своей жизнью? Нет у вас обиды на жизнь, что вам чего-то не додала она? Ну, у меня единственное, что есть, когда, если огнуться назад, да, это досада на сделанные ошибки. Вот уже то, что я, ну, грубо говоря, в 53 года только предпринял какое-то резкое такое действие, да, это уже, я считаю, немножко меня досаждает. А вот что, дети есть от предыдущего брака, как вам? Ну, значит, ну, 20-летний парень, да, у вас, значит... И 9-летний. Ну, 9-летний, сейчас мы отдельный вопрос по нему, по 9-летнему. Просто 20-летний, это уже такой возраст, где человек уже о многом определился. Это уже да, а вот 9-летний. С ним есть тоже, может быть, совпадение интересов и совпадение взглядов, я такое тоже допускаю, и опять методом убеждения, да, вот, но если не произойдет, ну, ничего, как-то можно уже... А мы вот как, вы в свою квартиру, как, вот, пустите, скажем так? Значит так, по поводу жилья, эту тему мы, в принципе, обсудим, чисто индивидуально, я считаю. Как-то он странно себя ведет вообще. Это не тот мужчина, который ей нужен. Жень, вы молодой друг. Что вас связывает? С мотоциклом им было связано общие интересы, как бы познакомились. А как вы считаете, нужно Виктору жениться в 53 года или да ну ее, пусть вот как есть, так и есть? Думаю, детей вы не хотите? Нет, есть как раз все наоборот. Детей хотите? Да. Он просто, наверное, может сомневаться в том, что уже поздно, когда... А зачем ему сомневаться, уже поздно. Потому что во сколько он ребенка на седьмом десятке поведет в первый класс? Даже если он сегодня начнет делать ребенка, ему будет 60. Не, ну детей не обязательно рожать, их можно усыновить. Ну здесь есть, слава богу, уже. Лариса, просто раньше не было сайта в двоеточек ТВ. Этого горячка у них. Пока все, сюрприз. И программы наши ставят. А как же? Сюрприз. Вот он у него с мужиками, да, у него проще получать сообщения. А вот с женщинами он вообще никакой. Мне очень близок дух рыцарства. Очень люблю эту тему. Чувствую себя просто ланселотом временами. И очень хотелось бы, чтобы вы были моей дамой, которая положена рыцарю. И помогли мне облачиться в мои замечательные доспехи. Да, я поняла. Для этого мы используем, да, облачение. Посмотри, как оно легко вообще. Сразу, как говорится, вникает. Ой, я вас обнимаю, ничего? Нормально. Нормально? Все, переходим, открываем. Все. Кираса готова. Нет, мы же мечтали. Давай быстро. Смотри, смотри. Это мы что сейчас? Это мы сделали кирасу. Теперь надо руки. А, давай. Заземление есть? Такие накладки на руки. Нам надо заземление. Чтобы руки не пострадали. Я вижу, что она его уже как продукт берет в оболочку. Процедуру вы так берете. Это я знаю. Мне глаз не выклик. Я мультики смотрю. Да, да, я опускаюсь. И вы левое плечо. Левое. Правое плечо. Правое. Голова. Голова. Передаете мне. Пожалуйста. Я поцелую мир, которым буду защищать вас. И вообще все хорошее в этом мире. Спасибо. Спасибо. Помочь вам раструдиться? Ну, наверное. Спасибо вам. Спасибо, друг Евгений. Спасибо, Виктор. Проходите в свою комнату. Елена и Юлия, что увидели? Как вам? Ну, я не знаю. Мне кажется, достаточно сложный такой человек. Какие-то противоречивые чувства от знакомства. Даже не знаю. А вы что скажете? Кажется, немножко не то. Не наш формат, наверное. Наталья. Не знаю. Умен, экскрометен. Такой сюрприз показал, не постеснялся. А, ну цветочка ни одного не принес. У меня это тоже. Ну, вот видите, как я все любит. Они как две зомби сидят, одно и то же лепят. Ну да, 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 да. Вам понравился он, честно? Если бы я не знала всю подноготную, вот как вот уже потом мы разбираем. Десятит разница у вас. Меня не пугает, он выглядит прекрасно. А вот то, что у человека все написано на лице. Что он скряга? Нет, ну это одно из. Мне хотелось бы с ним побороться, честно говоря. Мне нравится такие мужчины, знаешь почему? Вот мы с ним ровесники, а я как девочка. Вот есть такое поколение, вот не стареют душой ветераны. Вот действительно с ними стареют. Вроде старцы, но они такие прям задурные. А с ним он, наверное, родился старым. Мне кажется, он очень занудливый. Мне кажется, с ним не просто тяжело договариваться, а договориться вовсе нельзя. Мне кажется, он мелочный. Ну, видно вот по всему. Я помогу дело организовать все. Она мастер. Я считаю, что он действительно рыцарь, только не ланцелот, а скупой рыцарь. Дело в том, что скупость не только в материальном. Не то, что он вам не будет дарить машины, квартиры или какие-то подарки. Скупость эмоциональная. Скупость на ласку. Во всем это скупость. Минимум информации. Общения практически не было. Какие они спешат делать выводы, ведущие, да? У нас два бонуса осталось. Семейная тайна и скелет в шкафу. Что выбираете? Скелет в шкафу. Он еще игрок. Он проигрывает большие суммы от карты. Но больших у него нет в сумме. Это мы не знаем. Что он там в чулане у себя собирается ночью в темноте и пересчитывает. Может он в покер играет? Он коротко ходит. Сейчас он себя укусит. Я играю в покер. Какие суммы проигрываете? Ну, достаточно немного. Столько, сколько позволяет кошелек. То есть все проигрыши в рамках моих возможностей. Ну, до тысячи долларов. Вполне будет. До тысячи долларов эквивалентно. Вообще азартные игры, они очень затягивают. А сколько казино людей это разрушило? Если он, говорит, позволяет кошелек. Спасибо. Проходи. В рамках возможностей. Спасибо. Знаете, у меня есть одна приятельница близкая, которая тебе говорит, слушай, купи платье 5 тысяч долларов, копейки. Возьми это себе, копейки. Я говорю, послушай, а где заработать эти деньги? Как они даются, копейки. При этом, не обижайтесь, пожалуйста, она ни разу за себя не заплатила в ресторане, всегда плачу я. И когда едем с ней на такси, у нее никогда нет мелких денег. Как будто у таксистов нет денег, чтобы сдать сдачу. Вот он из этих людей, для которого проиграть тысячу долларов, для себя дорогого, это ничего. Но вам он не открытки не купит на Новый год. У нас еще есть один жених. Будете знакомиться? Конечно. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Пойдемте. Пойдемте. Спасибо. Сергей, 48 лет. Сантехник в больнице. Увлекается историей, ходит в театры и посещает кулинарный кружок. Гордится своими предками и тем, что написал книгу. Предупреждает, что пьет только из медной кружки и ест только деревянной ложкой. Сергей встречался с лавоской, итальянкой и армянкой, но ни с одной из женщин счастье так и не обрел. Надеется, что у Натальи широкая русская душа. АПЛОДИСМЕНТЫ И откуда вы, добрый человек? Из села Нехлюдово. А вы сама откуда вы? А я из Оренбургской области. Очень приятно. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, сама не местная. И что это вдруг из алюминиевой посуды деревянной ложкой? Ну как что? Это полезно. Кто сказал? Я сказал. Во-первых, дерево это не гигиенично, потому что собирает в себе микробы, задерживает их. Алюминиевая кружка тоже собирает всякие яды. Окисляется все. Что вы говорите? Да. А вот дед до 95 лет из нее пил, пил и ничего. И вы хотите прожить до 90 лет? Будем стараться. Ой, да лучше до 65, но только из фарфоровой посуды. Ну и пейся. Серебряной ложкой, нет? Ну и пейся. Это не совсем полезно для организма. Почему 48 лет и вы без жены, без детей? Ну так получилось. А как так получилось? Вот была у вас большая любовь, прекрасная армянская семья. И вас там привечали. Да. И хотели, чтобы вы женились. И я хотел. И она хотела. А бабушка... Армянская? Нет, моя бабушка. Что сказала? Понимаете, у меня был друг Андрюша, Андрей Арнольдович. Вот он женился. А он очень, как и я, любил деревню. А жена его не пускает. Вот он лег на кровать и заплакал. А она меня в Америку, это все-таки подальше, чем деревня. Это бабушка всю жизнь воспитывала. А сколько вам было лет? Ой, да я был молодой. А вы прям родились в деревне и всю жизнь в деревню живете? Всю жизнь, всю жизнь. Всю жизнь в деревню? Нет, ну сейчас-то в Москве, понятное дело. А что здесь забыли, если такая любовь к землице? Ну, у меня родители здесь живут. А я жил у бабушки с дедушкой. А родители что, бросили вас? Почему бросили? Мальчонкой. Почему бросили? Сам уехал. То есть вы еще такой были непослушный? Ну, я бабушку и дедушку всегда слушал. А школу вы где заканчивали, раз уехали? Или вы уже не школьником были? Нет, я в первом классе уехал. А я пошел в школу, уронил ручку. А училка мне сказала, подними руку и скажи, что можно я ее подниму? А я ее просто взял и поднял. Выйди вон. Вот я вышел вон и ушел со школы. То есть хотите сказать, что у вас образование один класс? Да, один класс. С одним классом, а? Это как в этом, да? У меня, говорит, есть профессор, у него три класса образования, да? Помнишь? А итальянка? А что итальянка? Когда появилась? А это меня с ней товарищ Берхеев познакомил. Не знаем мы, кто это. Ну, вы не знаете, это профессор института, это самая, Миклуха Маклая. Профессор Берхеев, это его была дипломница. Она была его любовницей, которая потом перешла? Я нет, почему любовницей? Чистые отношения были. Просто мы, как говорится, там встретились. Я ей, ну, она интересовалась стариной. Я ей показал дедушкину машину. Она была вне себя. Мне кажется, он стареет раньше, чем его возраст вообще. Он лысый, он седой. А преданные у вас вообще есть? Это все шутим, шутим. А вы знаете, какое дело? Квартира на имя племянницы, дача на имя племянника. У меня ничего нет, я голодранец и живу по доверенности. А зачем вы тогда нужны, например, такой прекрасной Наталье? Ну, раз не нужен, значит, до свидания. А до сих пор тоже, по-моему, не шибко были нужны кому-то. Ну, это с вашей так стороны. Нет, вы тогда расскажите, наоборот, ведь напротив, милая Ларочка. Нужен был даже очень многим. Это ты никому злюка-мазлюка не нужна. А я-то нужна. Как-то огрызайтесь, не знаю. А вы так вот любите гадости людям, да? Я нет. Я не люблю. Вот вы мне знаете, кого напоминаете? Вот так волосы ваши распустить, прям медуза-горгона. Клянусь, моей треуголкой. Да? А зачем пришли тогда? Как зачем? Жениться. У него же... Кстати, дети у вас уже есть, внуки, по-моему, уже есть. Да, в школу пошел. Да нет, вон армянка-то это сподобилась все-таки. Он себя просто подстраховал, чтобы, если он женится, чтобы у меня ничего нету, ты ни на что претендовать не имеешь права. Ярко выраженный стрелец. Солнце, Луна, Меркурий в столице, Венера в Водолее. Человек, философ, идеалист. Для него идея – это самое главное в жизни. У астролога даже смех вызывает. А вы работать не пробовали? Просто вот, просто работать. Не сидеть вот с такими же бездельниками, как вы. Он же всех не работает. И говорить о каких-то глупостях. Что вы в этой жизни создали? Что вы сделали полезного кому-то? Кого вы, не знаю, вытащили из пропасти? Кого вы спасли? Кого вы осчастливали? Что вы сделали? Вы сидите 48-летний, практически опустившийся, обрюхший, неопрятный дядька? Дед. Дед. Да. Не жены, ничего у вас нет, жить негде, денег нет, работы преследуешься. И что? Да ничего. Ну, не так хорошо, ничего не сделал. Человек пишет, человек работает, человек творит. А как вот, даже не знаю, сколько сантехники в больнице зарабатывали? Мормально. Мне на жизнь хватает. Мыслитель и философ, понятно. Деоген. Который жил в бочке. Ну, тогда зачем жениться? Я тоже не понимаю. Ну, а как Сократ сказал? Помните, девочки, если женишься, станешь счастливым, не женишься, станешь философом. А сюрприз покажете? Посмотрим. Показывайте. Приготовьтесь, право, мадам. Моё, моё. Я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза. Оп, оп, оп. Он еще и актер неплохой, между прочим, тоже. Уморили, уморили. Всё, спасибо большое. Спасибо. Вообще мне нравятся чудики. Вот такие чудики от природы, невыдуманные от безделия. Когда уже ты весь седой с ног до головы, и ты начинаешь что-то придумывать. Ну, я говорю, лишь бы не работать. А Сергей не чудик. Мне кажется, он недобрый. Мне кажется, он желчный. Знаешь, когда жизнь обидела, и вот мы на весь мир, вот сейчас станем таким оригиналом. Вот вы органично смотрелись даже в этом сюрпризе, а он нет. Мели, Емеля, твоя неделя. Ты абсолютно правильно задала вопрос по поводу того, что вы создали, ничего он не создал, ничего он после себя не оставит. И все эти идеи, это пшик, они ничего не стоят. Я добрый, но добра не сделал никому. У вас остался один бонус. Семейная тайна. Хотите узнать? Конечно. Сергей, выйдите к нам. Ой, боже. Что за семейная тайна? Никакой тайны нет. А для чего вы... Надо просто любить свою родину. А в рюкзаке что? А вам показать? Ну, а что же, если вы в это вышли с рюкзаком-то? Душа человека распознается через книги. Вот я хочу вам предложить несколько книг. И какие вам понравятся, я сложу мнение. Лариса, прямо здесь в этой иголочке есть. У тебя был такой? Нет. У меня у бабушки был патефон. Я же 32-го года, а не 27-го, как ты. Чехов. Значит, так, что у нас тут? Чапаев. Так. Я какой-то английский, что ли? Что я говорю по-английски? Чапаев, Фурманов. Ну, лишь книг старые какие-то. Чапаев, Фурманов. А вот эта кружка, да? Да. Эта кружка. Пахнет здесь. Пахнет это не очень. О, видал? О, кружка с ложкой. Такие вороби дают, а вот чё-то. Спасибо большое. Вот мы узнали ваши тайны. Спасибо. Елена и Юлия, есть достойный жених? Ну, наверное, если выбирать, то первого Сергея. Скорее всего. Нет, я, наверное, выйду одна. Не зажёг никто меня, если честно. Про третьего жениха я вообще не буду обсуждать эту тему, да. Нужна ты мне, как собачь пятая нога. А первый Сергей? Ну, хороший человек. Ну, как-то мне не хочется строить отношения. Вот как вам объяснить? Грустен он для меня. Мне надо позажигательнее. Я тоже считаю, что вы ничем не провинились перед жизнью, чтобы выходить замуж просто для того, чтобы выйти. Нет. Я говорю, она выберет всё-таки. Она к тебе зайдёт. Посмотрим. Посмотрите. Никто из этих мужчин в этой жизни не старался так, как вы. Никто ничего такого не совершил в этой жизни. То, что совершили вы. Никто не пережил. Каждый из этих мужчин жил в своём удовольствии. И Сергей. Пока его устраивало, всё было хорошо, была рядом с женщиной. И Виктор. Но уж о последнем Сергею не говорю. Тогда мне объясните, что это за такая несправедливость должна быть на земле, чтобы вдруг им с неба, они не потрудились, упало такое вот прекрасное создание, как вы, Наташа. Спасибо. Лариса, проснись, пожалуйста. Хорошо сидит вот так, правильно рассуждать, когда ты замужем. Даже не думайте, Серёжу быстро, пока руками не отодрали, и, как говорится, это, вы о чём? Даже я, известная женщина, очередь ко мне не выстроилась. Либо кому-то что-то нужно, связи какие-нибудь, не нужно им это. Поэтому давайте брать, чтобы в одиночестве потом не быть. А у вас ещё сын, что-то вы забыли. Расслабилась пришла. Первый канал. Надо же, не включите королеву с нами. Дело в том, что Наталья будет строить только партнёрские отношения. Никогда она не будет ни за мягкий. Вот вы сказали, мне нужен мягкий новосельцев. Не нужен вам никакой новосельцев. И не хотите вы его, хотите самодостаточного, такого же, как вы по силе мужчину. Здесь такого не было. Наташа, никого не рекомендую. Наташа, в конце концов, это только мнение Розы, моё и звёзды Лидии. Вы должны свою жизнь выстраивать сами. Может быть, вам хочется к кому-то пойти? Может быть, вы с нами не согласны? Проходите, в любом случае мы вас поддержим. Первый, второй, третий. И комната, где вас никто не ждёт. Подумайте. Спасибо вам большое. Выражайте свои симпатии нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Екатерина, 28 лет. По профессии юрист. Ищу мужчину 30 до 40 лет. С чувством юмора. Лёгкие на общение. Очень приятные. Привлекательные. Обаятельные. Что вылюбил. Кружил меня на руках. Больше жду тебя. Мы не знаем, выйдет Наталья одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте её поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне жаль. Ну ещё раз придёшь. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одинокие или вам понравился кто-то участник сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я Лариса Кузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Спасибо. Спасибо. Подошёл, познакомились. Мяу её зовут. Поздравляю, ты мне родила девочку, но у меня уже есть мальчик. Наши духовные беседы перешли в душевные, а душевные в физические. Лифчичек хотя бы приодели бы, придя на программу. Скафандр. Купил я, одни глаза у неё вот так вот торчали. Я почувствовал, что я теряю контроль над собой. Это была любовь с первого взгляда, возможно. Станет любящим и любимым каждый человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова